Вопросы Давайте все вопросы сразу для зрителей скажем Сейчас вопросы пойдут Да, вы пишете уже Уже до прошлой записи Сегодня я пишу в работе Задавайте то, что интересно Абсолютно детские вопросы задавайте Не стесняйтесь, если что непонятно Даже если то, что знаете вы Задавайте, буду Потому что смотрят люди, которые Еще до этого не смотрели Так, вот картинка с ромашками Здесь много фактуры Сейчас наносим фактуры Акриловая паста Какой вы взяли хвост? Хвост небольшой Зерно среднее, 50 на 60 размер Грунтован Грунт, держащий краску То есть не скользкий Так, берем пасту накриваю Щеточку И там, где нет цветов и вазы Абсолютно в хаотическом порядке Можно Так вот Не рисовать Не вмазывать краску А вот так вот Сбрасывается Поверхностно Едва касаясь Вот работаем плечом Вот так вот Нужно В поперечных направлениях Нанести краску Там, где попала Вот, допустим, нос ваза Можно немножко расстроить Где очень толстый слой Можно снять Не снять ножом А сделать, как бы, укладку такую Раздавить Да, раздавить мастихином Можно все это раздавить Можно все уложить мастихином Но хорошие такие сложности Дает именно такая поперечная укладочка Красивее, когда они рыхлые Вы сами сделаете Или вам помочь? Я сама попробую Вот тут ромашки Тут нежелательно И ставим на вентилятор Минут за 5-8-10 Все это высыхает Достаточно? Ну, нет Вещества достаточно Но немножко У вас нет Однообразных? Раз, раз, раз Как-то Однообразных А там под 45 Смотрите Вот так 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 Ну да, и сбрасывается сразу Да Чуть-чуть Чтобы касались последние Несколько Ворсиночек Вот она тогда Хорошо И на скорости Скорость должна быть Большая Тогда она Ну вот как-то Более рыхло рвется Вот не знаю Как это объяснить Ну конечно Еще очень зависит От консистенции краски Вот она у меня То есть Грунтовочки Она у меня самодельная Вот у нее вот такая Грунтовка Здесь мел Акриловый лак И Диоксид титана И капелька воды Вот почему-то Вот я покупал Не покупал Точнее приносили сюда Ученики Пасты Не так сбрасывается Более как-то Более качественно Что ли А это не очень хорошо Нужна вот такая Рыхлость В общем Дело десятое В общем На любой фактуре Будет что-то Интересное происходить В отличие от Гладкого грунта На гладком грунте Трудно нарисовать Что-то Интересное Интересное Так вот Подвазу мы оставим Немножко Или Знаете Даже вот Да Наверное вот так Грунт подсох Вот даже он Не просох Местами Но это нам Не помешает Сейчас Вот он Здесь Такой еще Мы Теперь Мы берем Кисть Строительную Какую-нибудь Вот такую Создаем Общую среду Для Для Ваза Для букета Фонда На тройнике Тройник Сухой 70 25 И 5 Соотношение Вольтспирита Масла И лака Так Вот берем Марс Черный Ну вообще Любую черную краску И на ее основе Делаем что-нибудь Вот берем черную И вот фиолетовое Что-то еще Очень жидкое Это у вас случайно Вот это вот Рожай Нет Это я зацепил Ну просто сейчас Это не нужно Да Сейчас не нужно Смотрите Не очень темно Вот так вот Среднее Создаем Какую-то среднюю Такая грязь Ну это Выглядит Как грязь Холодная Да Это грязь Холодная Это еще не грязь Ну это серый Ну вот он Вот сравните На палитре С белилом Достаточно чистый цвет Смотрите Вот тут очень важна Степень темноты Чтобы было Не очень темно Иначе картина Темная получится Но и не светлая Иначе мы не сможем С фоном Интересно работать То есть на вот этом фоне Мы должны Когда он подсохнет Вот этот наш Сухой разбавитель Мы будем Идти на высветление Где-то Фиолетовый Участочек И здесь Подчеркнули Фиолетовый Поддержка Поддержка Такую Потом Где-то Внесли Что-то теплого В этот серый Вот сюда серый Такой Оранжевый И тут Подходим Немножко Потом серый С акроплаку Довольно-таки Я смотрю Жидко Очень жидко Да И вы делаете То есть Жидко и тонко Жидко и тонко Чтобы у нас Вот эта краска Она потом не мешала Работать Прокладывать цветы На ней Чтобы разбиться Выветриться Останется Тонкий-тонкий слой Можно еще Тряпкой выбрать Лишнее Лишнее Какие-то Наполе Краски Кстати Так это вот В прогрос Никогда не держите Еду Рядом С местом С которым Вы работаете Потому что Брызги летят Как вы понимаете До трех метров Маленькие брызги Чай Кто-то Любит пить Рядом С рабочим местом Все это летит Краски есть Токсичные Тяжелые металлы И так далее Да И пользуйтесь Вот такой вот Штукой Из той же оперы Потому что Краски До того Тонко тертые Сейчас Что Проникают Через кожу В организм Так Вот Под ромашкой Немножко Сверхуем Чтобы они Выделены Чтобы не очень Сложно было Бороться Белой краски На Дальше Сверху Да Главное Чтобы не было Равномерности Такой вот Одноцветности Да Немножко Должны быть Разные Мигание Краски Сейчас У Марса Добавили Ну это Колер Этот Хотя тут Нужен будет И Марс Оранжевый Подтянем Сразу Тут Свет Холодный Освещение Холодное Тени Соответственно У нас Теплое Можно Вместо Вашего Колера Взять Марс Количное Прозраще Можно Можно Да Я Почему Пользуюсь Колером Я уже Объяснял В отличие От Марса Разницы Большой Не будет Нет Не будет Более того Марс Он Немножко Красивее Чем Этот Колер Но У него Не такая Кроющая Сила И Сохнет Очень Быстро Что Неудобно Особенно Летом Неудобно Работать Теперь Можно Набросить Там Перемешки Мы не покрываем Ничем Нет Сейчас Будем Покрывать Банночка Букет Не нужно Ни в коем случае Делать Большим Всегда Нужно Не делать Большим Начинающий Часто На Псюрку Поверхность Закрывают Должны Быть Нятные Границы Вот Допустим Здесь Здесь Верху Очень Касается Нельзя Всегда Сверху Нужно Здесь И Соответственно Не делать Его Шариком А Делать Какую-то Композицию Такую Ломаную Чтобы Было Что-то Интересное У нас Все равно Шарик Получится В процессе Работы Забываем Сюда Округляется Хотя бы На первом Этапе Не делайте Шарик Сделайте Такую Рваную Границу Вот Здесь Есть Ромашки Здесь Есть Ромашки Здесь Вот Что-то Такое Неправильную Форму Сделайте А потом Мы уже Добавим Если Будет Что-то Не хватать Если Сразу Сделать Себе Объем Вот Такой У нас Будет Шарик Неестественного Такого Естественной Формы Так Вот Под цветы Под ромашки Можно Оливковую Вот Такую Сделать Травяную С оранжевым Беливыми С коричневым Нужно Марс Коричневый Так Вот Такой Оливковый Какой-то Цвет Создаем Подкладку Под Где-то Коричневый Немножко Главное Очень тонко Все это Делать Сразу Пока Влажное Снимаем Лишня Снизу Вверх Вот Так Да Глеб Вообще Не отдает Камску Да Он не отдает Краску Но у нас Если нам нужно Что-то Выцарапать У нас Есть Вот такие Силиконовые Кисти Есть Которые Мы можем Спокойно Выбрать Если нам Нужно Что-то Насадить Да То есть Обычно Мы с техим Не в состоянии Выбрать Краску Из углубления Вот этой Наждачки А силиконовая Кисть Спокойно Может Что-то Блики Выбрать Или где-то Вот Ну Поняли Просто Скажите Что Для вашей Живописи Нужны Не такие Холсты Не для Для малей Живописи Для Аллаприма Вот она Обычный Грунт Из магазина Да Эмульсионный Или какой-то Масляный Эмульсионный Такие Продаются Скользкие Они Рассчитаны На Многие Сеансы Живописи То есть Сделали Подмалевок Сохнет У вас 3-5 дней Потом По подмалевку Работаешь В один сеанс Невозможно Работать Любая Кисточка Даже Нежные Кисти Не говоря О щетине Или мастихине Они снимают Все До Белого Грунта Работать Просто Невозможно Хочется Все время Оставить Этот В покое Грунт Чтобы Краска Наконец Таки Встала И потом Уже Работать А вот На таких Наждачных У нас Вот это Уже Подмалевок Все Вот она Уже Здесь Если мы Не берем Если у нас Нет задачи Выбрать Белый Грунт Оно Тут Осталось Все Впаялся Это Уже У нас Подмалевок К нему Нужно Кстати Вот такие Грунты Как бы Вот это Да Есть Недостаток То что Не очень Просто Выбрать Краску Но Они Очень Воспитывают Ответственность Ты Ты уже Начинаешь Думать Так Что мне Заложить Какого Тона Уже Не так Безответственно Относишься А закидаю Все равно Потом Тряпкой Сотрем И исправим Нет Тут уже Нужно Подумать То есть Вот такой Есть положительный Момент Воспитательный Так Под Вазу Смотрите Там где Темно Закладываем Максимальную Темноту Берем Черное Коричневое Зеленое Берем Изумрудочку Какую Нибудь Берем Коричневое И зеленое В частности Берем Без белил Там где Блик У нас Максимально Да Делаем Там где Блик Который Уходит Носкользь То есть Как бы Это Вот здесь Блик Бликующая часть А вот это Вот это Выход Блика Не выход А точнее Как бы сказать Внутренний Блик Что ли То есть На внутренней Частье Стекла Тут У нас Светло Ну а так Называется Внутренний Блик Ну да Назовем Внутренний Блик В этом этапе Щетина Почему Потому что Она умеет Она жесткая Умеет Тонко Разносить Кросс Только Поэтому По моему Нет Мы еще Поправим Нужно будет В зеркало Смотреть Вся симметрия Проверяется В зеркале Давайте Я пойду Дальше Работать А вы Делайте То же самое Жене Пожалуйста Так Ну Форма Еще не Другая Да Форма Другая Так Ну пока Все нормально Да нет Ошибы Более Менее Шарик Нет Шарик Нет Все Хорошо Да Давайте Что будете Делать Дальше Так Вот она Подсохла Лили Давайте Вопрос Избывайте Участвуйте Я участвую Подсохла Погромче У вас Да Вы снимаете Лишнее И сейчас Вот можно Начинаем С фона Создаем Нашим Цветам Среду Для чего Объясняйте Почему У них цветов Из фона Ну На фон Они будут Заходить На фон Нам потом Трудно будет Что-то Интересное Если мы По тормашку Напишем Сейчас Берем Вот эту Строительную Кисточку Вы возьмете И будете Искать Оттенки Сочетания Такие Идем Кладем ее Кисточку Параллельно И патинируем Вот она Чтобы искала Нам фактуру Холста Фактуру Нашей Акриловой Пасты Разными Оттенками На свой вкус На меня Уже не смотреть Смотрите Только На окружение На среду Своей работы Очень важно Берем Такие Промежуточные Пока что Может у нас Где-то Белилы И зайдут Пока На фактуру Это будет Красиво Когда они Выходят На фактуру Она Тогда Отриливается Мы Немножко Сначала Такие Промежуточные Теневые Потом Она Подсыхает Сразу Нельзя Долго Работать На одном Месте Будет Кашиваться Нам нужно Вот мы нанесли На эту Сухую Уже Подсохшую Нашу Красочку Вот смотрите Даже не мажется Вот так Мажется Но не очень Проложили Вот эту Мягкую Краску С разбавителем Напомним У меня Белила С разбавителем Ну или же Мы цепляем Тоже Разбавитель Мягкую Краску Проложили Все Пускай она Подсыхает Несколько минут Потом Можно Другим Тоном Более светлым С другой Температурой Пройтись Через несколько минут Еще По этому месту То есть Несколько Таких подходов Многослойных Не очень очевидных Получается Такая Что-то похожее На штукатурочку На такую Древнюю фреску Да Но она Много Цветовая Должна быть Много-много Много Цветовая Оттенка В идеале Вообще Их там Минимум Очень Преглушенная Потому что Чтобы она Не запестрила Да Чтобы не запестрила Чтобы не спорила С объектом Чтобы была Такая Вот В одно В одно Время В то же время И читаема Чтобы вот Эта разница Была Ну чтобы Не спорила С объектом По пестроте По насущности Можно делать Это ножиком Ножик делает Это очень Так как бы Брутально И грубо Кое-где Более внятно Да Более внятно Если Для такого размера Это Очень грубая Укладка Вот я почти Белыми Здесь Мазну Если очень грубо Для такого размера Он действительно Нагадан Грубо казаться Можно чуть-чуть Притоптать Вот это Вот Поторцевать Или чуть-чуть Смягчить Это уже По характеру По Прокладываю Такой Сиренево Сероватый Свет От окна Мы еще Немножко высветлим Но пока Достаточно То есть У нас Свет Смотрите Тут Тени у нас Теплые Свет Не то что Холодный Он скорее Такой Нейтральный То есть Не синий То есть Небо В последний день Из окна Все-таки Не синим Светит А каким-то Таким Сероватомолочным Что-ли Такой Серовато-молочный Вот он что-то Зачерпнул И в данном случае Он не выглядит Холодным Мертвым А такой Вот просто Скорее Потому что Ромашки Сами-то себе Наверное Будут Свет Ну Пока Вот так Мы еще Будем Много раз Возвращаться К фону Теперь Под ромашки Берем Можно Этим же Силикончиком Выбрать Под основную Группу Краску Чтобы проще Было С ней работать А если Нет Силиконовой То Чем Убирать Ну Тогда Можно Просто Мастихиня Возьмет Выбрать Тряпкой Когда Она уже Подсохнет Красочка Чтобы Она не Была Не очень Густой Вот так Выберем Вот эти Места Где Будут Ромашки Можно Два Раза Выбрать Немножко Растушевать Следы От Тряпки Если Они Остались Да Уже По этой Краске По Пудрочке Белила Будут Прокладываться Более-менее Без Загрязнения Так Так Теперь Берем Устихи Этот Самый Такой Муштабель Без Него Трудно Будут Рисовать Ромашки Нет Возможно Они будут Корявенькие Берем Колоночек И Уже Размер Какой Колоночек Без Понятия Двоечка Обычный Колоночек Кругленький Центр Представляем Кружочек Вот допустим Это фронтальная Ромашка И Собираем К нему От края От края Лепестка Не Тянем Сюда Так Она будет Острой Так Ромашки Так 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 Вписываем В этот Кружок К центру Так Овал Да Делаем Овалчик Так Смотрите И Вот этот Серединка Если Они Вот так Вот Вогнутые Цветочек Вогнутый Серединка Вогнута То Вот этот Кружочек Средний Он не будет Посередине Он немножко Будет Вот сюда Смещен Вот Ось цветка Вот эта Тарелочка Вот так Нужно Собирать Вот эти Вот Эти Сточки То есть Нужно Внимательно Посмотреть На Натуру Желательно Еще Их не Делать Все Одинаковые Как бы Ровненькие Там Немножко Один Тоньше Один Повернут Лепесточком Один Дальше Выстанулся Второй Короче В природе Вот так Не очень Симметрично Да Вот эти Сердцевинки Пока Не рисую Я бы хотела Спросить Мы их Не вообще Мы просто Под них Место Оставляем Иначе Полезет Вот эта Оранжевая Краска На лепестки Исправим Мы тоже Смотрим Чтобы Шарик Контролируем Себя Краска Осталась Можно Там Где-то Вот Так Вот Там У нас Глубина Понимаете Вот так Повытирать Сделать Множество Чтобы там Считалось Множество Торчащих Непрестковых Даже Вот так Да Удобно Здесь Это что Удобно Если бы Еще Стоял Вот этот Намерт Этот Прибор Действительно Очень удобно Можно В принципе Опустить И сидя Можете Спокойно Сидеть Смотрите На Сидеть Пока Главное Очень важно Не очень Светлыми Красками Такими Промежуточными Да Еще Важный Момент В ромашке Вот И тоже Не делайте Их Очень Большими Сразу Мы Поскольку Мы С ними Работать Еще Будем Несколько Раз Возвращаться К каждой Ромашке Они Будут У нас Постепенно Вырастать То есть Сначала Делаем Немного Меньше Чем Мы Жить Не Сможем Обрубить Фоном Они Не Тот Сующий Это Не Пион Какой Немного Немного Это место выхода света, да? Да. Внутренний блик. Так мы его называем? Рассказывайте, что вы делаете. Так намет на стекло. Да, стекло, чтобы пустить сюда ромашку, нужно более-менее завершить вот это место. Так что мы делаем? Так, нанесли немножко теней, внутрь чуть-чуть добавили. И это мы взяли коричневый ваш колер? Нет, это не принципиально. Что-то мы взяли, что-то тёмное, тёплое, внутри тепло у нас. Вот под вот эти листики тоже что-то тёплое, зеленоватое. Мы потом мы будем осветлять, что-то под кладочку такую, тёпло-зеленую. Так прощайно. Так. Так. И так. Так. Там. Так. И вот аккуратненько тени подкладываем Подкладываем тоже тонко Подложили что-то Сняли Чтобы остался тонкий слой Не мешающий нам дальше Вести работу с ромашкой Будет лезть Нужно будет бороться Потом трудно будет Она дает уже глубину Вся картина должна расти Я не знаю Можно написать ромашки А потом маленькой кисточкой Теоретически можно сделать и так Это будет неправильно Понимаете? Все-таки скорее нужно Сейчас я попробую Даже вот сейчас Это свежая темнота Поскольку она тонкая Она особо не влезет в краску Да нет Особо не цепляет Ее тут почти нет Чувствуете? Немножко зацепило Да, вы с нервами Ну Да, вы с нервами Ну Какие-то симпатичные Может быть лезть Вы главное там слишком не вырисовывайте Берите помягче Разбавляйте краску Чтобы она брала нормально Вот А я немножко Поэтому она как бы не берет Я не распавляла Вот так даже нужно Какую-то зеленоватость туда Не коричневость А уже зеленых каких-то оттенков У нас и так фон серый Нам хватит хроматиков в фоне Сюда уже можно вводить Такие более веселенькие оттенки Ну не зеленые в чистом виде А такие Слежные всегда Да, слегка облагороженные Смело заходим на лепесточки на эти Ничего страшного Мы еще по ним проходим Вот так Достаточно бездумно Что-то делаем Все-таки дам немножко фиолетового Чуть-чуть Рукой делаем колокольчики Чтобы разбавить черно-белость То есть уже на этом этапе Смотреть к этому Сточки в тени Их уже не так ярко Да, можно уже практически Но не белилами Вот как видите Ну да Что-то сереневато Грязноватенький такой оттенок Близкий к белилам Но не белилами Белилы максимум на блики Мы сейчас зажжем Да, еще важно Вот я тут забыл Немножко я схожу как бы в точку Веду прямо до точки Желательно останавливаться На кружочках Понимаете? Потом дадим кружок Они как бы будут толстенькие сразу Они должны Видно это или нет Не знаю на камеру Они должны раз Останавливаться у воображаемого кружочка Где мы будем оранжеватые вот эти вот Серединки их рисовать Ну не вести до конца Да, не вести к центру А вести к этому Воображаемому кружочку Они должны закончиться у него Вот понимаете? Ну и тогда Да, тень останется И тень останется Будет естественно Такой момент Вот в этом трудность Этих ромашек Плюс показывать нужно Выпуклость Вот смотрите Вот лепесточек Вот я должен вот здесь зажечь А поскольку он туда углубится Должен он Вот так вот Завернуться Там тень Да Мы сюда не должны вести Он должен сплавиться С уже ранее нанесенной тенью И быть нанесенным Только вот этот хвостик Светлым Да, тогда он завернут Да То есть Мы должны показывать Выпуклость Каждого вот этого Листочка Короче, просто Когда ты пишешь ромашку В конкретном данном случае Ты должен ее уже держать Как бы образ в голове То есть куда она у тебя Куда смотрит Куда смотрит Куда смотрит Как на нее падать Выпуклость Куда смотрит Выпуклость И так далее Каждый лепесточек собрать Не все ромашки Мы опять же повторяем Алла Прима Трудно выписать Букет в жесткое Фотографичное Хотя бы несколько Группу основную Вот таких Мы не в реализме Да, мы тем более Мы не в реализме Нам нужна какая-то Как же Живопись Какой кусок испортили Трудно 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 Все остальное Даже если у нас Силы Есть на выписку Всего остального Мы обязаны Написать Каким-то Образом То есть Не схематично А стилизованы Что-ли Вот Ну цветом Они не должны быть все яркие То есть Задний фон Должен проигрывать Передний На это Хотелось Скажем Да Не все Они должны быть В свету Вот допустим Обязательно показать Там какую-то Ромашку Которая теневая Глубина В зеленых Рефлексиках Желательно Она В зеленом окружении Вот Немножко Тени Такие Пускай Смело Зацепляем Вот эту Коричневый Фон Коричневый Зеленый Пускай Какой-то Зажечь Ему Выходящий Лепесточек Который На солнце Попадает На свет Угу Интересно Так Сейчас еще Плафону Не пройтись Ромашки Уже Слишком Свет Красиво Красиво Немножко Немножко Под Задать Вот У нас Холодный Фиолетовый Прохладный Свет Буквально Изменить Нейтральность Его С учетом То что Мы смотрим Сверху Вот Это Линия Вот Так Вот Внутренний Блик От Донышко Можно Отчеркнуть Немножко Бирюзой Вот У нас Еще Еще Плоской кисточкой синтетикой, можно такие вот тоже холодные, прохладные касания по этому стеклу сделать. Она красиво сбрасывает краску. Да, она уже должна быть подсохшая, не высохшая, краска очень долго сохнет, она не сутки и больше сохнет, а подсохшая, то есть вязкая. И вот эту мягкую краску белила у нас, повторюсь, они у нас смягчены вайт спиритом перед работой, они мягкие, они уже жестче, то есть мягче, чем вот эта жесткая красная, глинистая, она способна без смешивания вот так вот оставлять какие-то оттенки, посмотрите, очень красиво. вот эти вот рефлексы зеленоватые будут и вокруг вазы немножко, они отбрасывают, вот немножко, несколько намеков зеленых бликов. обязательно выход стекла с теневой стороны будет тоже цвета вот этого зеленоватого такого воды, стекла. Вот так, ножки там могут быть такими, святенькими. вот прям все хватаете, и краплака хватит, и там нет. А почему нет? Ну да. Почему нет? Ну не переборщил. Какие-то оттенки, да, могут быть и красненькие, ну стебельки вспоминайте. Да, да. И тем более вот мы проложили уже этот краплочковый. Там вполне может быть. Вот, кстати, здесь поработала, сюда-сюда, вот достаточно бездумно, можно вот такие вот артефакты выкладывать, мазочки всякие, без объяснений, без зажатости. Ну смело. Вот здесь я лажану, конечно, тут нужно, вот здесь я ошибся, здесь нужно испортить. Вот это очень приветствуется небольшое, небольшая такая вот порхание кисти. Легкость появляется, да, воздушность в букете. Не нужно бояться вот какой-то неочевидности, что это. Ничего, просто это цветные мазки, цветные мазочки, которые… Это я так вижу. Попробуйте, кто зажат, вот если вы зажаты, просто наберите цвет, закройте глаза и прямо наугад что-то оставьте какие-то мазочки. Потом лишнее, то, что неудачно, снять, починить, а то, что удачно, оставляйте смыть. И кисти, да, вот строительные? Да, обязательно нужно. Тем более, это же внутри, в воде. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На ответственные цветы пока не вносите, потому что тут еще тени нужно будет раскидывать. То есть с серединкой не спешите? Да, не торопитесь. Ну все, в принципе, понятно. Без белья, насыщенная краска. И камень, я чуть-чуть смотрю. Да, ну попросился камень. А светлые, да? Нет, не принципиально. Ну тени теплые. Да. Так, Лилия, я пойду дальше. Так, подождите. Давайте на логе покажем, какую тень мы погладим по высеньке. Так, ну плоскость, который поправится, здесь теневые, тут световые, между ними что-то неярко-зеленое. Поскольку мы высеньки будем, ну вот берем и смело врубайте форму. Так, я не поняла, что вы выбрали все-таки? А, зеленое и коричневое. Треневое и коричневое в вашу колью. Да. Ну или можно будет Марс. Да. Вот это красненько, вот сопротивление, где-то. Ну, плаус это сделать, да? Вот у вас равномерно, вот это равномерно сколько-то, как-то нужно что-то с ней сделать. Вот они как, да, декоративно очень плоско и слишком они вот, вот, этот, ну, какого не бывает. Они друг на друга не заходят, не прячутся. Плюс повернута вся вот эта группа, она практически повернута сюда, у нас. Ну, да, да. Не вниз, ну, вообще-то да, какие-то есть вниз. Ну, ладно, там вниз полно. Может, чуть-чуть зелененького. Зелененького, конечно. И он снимается. Или его оставить не снимать? Не снимается, зачем? Ну, она что-то не торчала, чтобы не перплан не выходила. Хорошо. А тут теплоты не хватает. Чувствуете, холодная, и тень холодная, сизая такая. А вот теплая, черная. Ничего не снимается, вы, наверное, слишком давите. Ну, у меня другое мастерство. Вы же это мне даете. Если бы вы возвращали, я бы выдавал. Я бы всегда возвращала. Так, вот можно между ромашками что-то искать. Так, давайте еще раз к фону вернемся. В идеале, чтобы все полотно смотрелось не картиной, то есть, точнее, не букет ромашки на столе или на чем-то, а чтобы это было как фреска. Вот она из стены выходила. Вот прям кусок камня, и на нем нарисован вот этот букет. То есть, фреска такая, понимаете, вот мы сплавляем, и сплавляем ходить. Как будто там дальше картина на стене продолжалась. Вот это вот прям из времени выходит. Вот в идеале, понимаете, что было такое чувство. Не просто букет, а среда важнее здесь. Вот он, букет вот здесь вот он будет. Вот здесь кусочек и вазочка. Все остальное постепенно-постепенно уходит во время, в пространство куда-то, в художественную среду. Ну что, к сердцевинкам подойдем, да? Или еще ладно? Нет, еще желательно лепесточки. Вот смотрите, чтобы сделать сердцевинку, ну вот, допустим, на вот этом цветочке. Нет, в смысле рано еще то его? Нет, уже можно его закончить. Вот немножко тень растягиваем, внутреннюю вот эту вот. Подкладываем тень, такую внятную. Глубокую, то есть не белесую какую-нибудь, а такую достаточно теньную. И потом то ли желтый, то ли оранжевый, смотрим. Можно завемники. И блячок, не блячок, а точнее объем. Можно показать желтой краской. Вот этим вот делаем свет. Если бывают ромашки такие с вогнутым, с сердцевинкой, тогда там тоже тень у нас собирается. Вот так вот делаем. Вот она мягкая, сейчас, когда станет, мы еще и точнее. Но много краски не лепить. Не надо, нет. Почему? Ну, можно. Где свет? На центральные, световые можно, конечно. Но пока еще рано этим заниматься, потому что по-хорошему у нас же не решены. У нас как бы они как примитивные такие. Ромашка не простой цветок. И мы все вот эти лепесточки нужно, чтобы они грамотно уложены были. Показать все вот это, их вогнутость, изгиб лепесточков. Вот здесь так и будет проситься. Вот так мазок сделать. Неправильно, так бы это не красиво. Вот противоестественно, конечно, но придется вот так вот потренироваться. Вот так удобно рисовать на себя, вот так еще удобно. Тут уже не очень удобно. Удобно? И вот так удобно. Да. Ну вот я почему-то неудобно. С вашим штабелем опираешься. Скидку упрашиваете. Собот собой. Ну все равно мне все мы буквально несколько штук пропишем, да? Мы будем все прописывать. Конечно. Мы тогда выпадем из стилистики. И мы будем все прописывать. Выберу лишнюю краску и немножко притопчу к саневому, потом несколько жестких ударов и с этим участком можно обращать. Акцентов, да, напряжение, плохо, что нет тонкой кисти, тут вот в профиль некоторые лепесточки, они тоненькие совсем. Вот они, да, как заменители? Что? На них если положить, они как заменители. Да. Нужно умудриться и вот этой кисточкой ставить. Вот по-хорошему нужно еще даже ребрышко показывать у некоторых листиков. Толщину, да? Толщину. 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 Я сюда добавила чуть-чуть света, чуть-чуть сюда еще. Давайте сейчас попробуем с вашей немножко поработать. Я думала, с вами не надо работать с банкой, а с ромашками, мне кажется, так хорошо. Так, перспективы нет, у нас вот эти расходятся, они должны сходиться. Маленький такой вот, но чувствуется не то. Я вижу вот там, я уже вижу справа, вот слева. То, что мало света, я вижу. Да, немножко миловато света. Вообще неплохо, вот еще немножко вытянули. Вот это же вы ставили? Да, это я сейчас на свете. Да, это то, что нужно, вот эти вот звуки. И вот эти, да. Еще чуть-чуть уже, да? Я этого боялась. Я понимаю, что надо ее опустить. Дизайнерская банка. Да, наверное, угодно. Хотите тут один, возьмите и выпишите колокольчик какой-нибудь. Тень у него фиолетово-красная. А на свету они уже чуть-чуть с белинами будут. Да, вот здесь немножко с белинами. Чуть-чуть. Так, ну вот тут давайте поработайте еще. А тени у нас один, да, побольше? Да, теней не хватает. И испытываю ее насыщение. Значит, побоялась. Таким может быть. Таким может быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, по-хорошему нужно целый день посидеть. А лучше денек посидеть, набросать им форму, дать подсохнуть на следующий день, по такому подсохшему, чтобы фон не мешал грязь вот эта. И еще раз, жиденько-жиденько пройтись по лепесточкам. И плюс уже можно тогда грани показывать по подсохшей красе. Вот, как я принял, смотрите, только что с пальцем. Вот это все, вот смотрите, вот, не знаю, ну вот. Он, собственно, кругленький и бархатистый такой станок. Пробно два раза. Да, да, да. И каждый раз вытирать палец. Так, а это же прием сона. Слушай, ты тоже махче становишься. Ну, короче, переходим на грязные пальцы. Тут, что вы не любите. Не затираться, а притаптывать. Да, притаптывать просто. Слушайте, а вот я очень много видел. У нас ли вот этот прием? Вот такой, именно такой человек. Вот такой вот. Смотрите сюда. Ну, в музей идешь, но ничего-то такое. А это палец, оказывается. Вот так вот. Все, вот. Слушай, хорошо, что вас не отпустило. Да, изобрели что-то. Смотрите, прям то, что нужно. Оно туда прям входит, да? Да, прям такой вот. Все вот это жесткость такая снимается. Да, жесткость серединки. Смотрите. Ну, не именно серединки, вообще, и вокруг становятся культурные. Ну, они стали, наверное, естественно. Ну, чуть по форме проще, чем пионы. Но по содержанию, наверное, тяжелее. Да, здесь много работы механической. С каждым буквально лепесточком нужно. Да, да, свет идти. Они маленькие, зарубленные. Если кто хорошо понимает свет идти, то проблемы будут. Да. Не спешите. В общем, да, но все получится. Да, мы с вами молодцы. Сегодня сейчас я это покажу. Как и всегда. Как и всегда. Да, вырастете на воздух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»